Дубли и комбинирование Для того, чтобы финальная запись звучала наилучшим образом Но прежде чем мы начнем, давайте зайдем в меню опций По умолчанию активирована вот эта опция И новая запись накладывается, то есть пишется поверх предыдущей записи Созданием нового дубля Или тейка по-английски Это настройка по умолчанию Поэтому если вы тут что-то меняли Убедитесь, что сейчас у вас эта функция активирована Прежде чем записывать дубли Также проверьте, активирована ли у вас вот эта функция Она тоже активирована по умолчанию Показывать все дубли на дорожках Это облегчает работу с дублями Теперь давайте запишем несколько дублей В этом уроке я буду записывать акустическую гитару Но записывать можно все что угодно Вокал, гитарное соло Словом, любую партию, которую вы хотите записать в несколько проходов Для получения наилучшего финального исполнения В общем, запишем что-нибудь в несколько проходов Что-нибудь короткое Теперь, если поверх этой записи мы запишем что-нибудь еще, будет создан новый дубль Теперь у нас два дубля Дубль 1 и дубль 2 Запишем еще один Теперь у нас три дубля Для того, чтобы прослушать нужный вам дубль, просто щелкните по нему Вот первый дубль из трех Это указано вот тут Дубль 1 из трех Дубль 2 из трех И дубль 3 из трех Выделенный дубль подсвечивается, чтобы мы видели, какой именно дубль проигрывается При выборе дублей, когда мы кликаем по айтему По умолчанию курсор тоже перемещается Но когда я работаю с дублями, я предпочитаю делать иначе Это можно изменить, изменив поведение мыши Зайдем в предпочтение Опускаемся во вкладку «Поведение при редактировании» И выбираем модификаторы мыши В поле «Контекст», «Медиа-айтем» и «Левый клик» Измените поведение по умолчанию, выбрав вместо «Выделять айтем» и перемещать редактирующий курсор, только «Выделять айтем» Это упрощает работу с дублями Потому что теперь мы можем выделять дубли, а редактирующий курсор при этом не двигается Теперь послушаем первый дубль Выключим готовность к записи Теперь послушаем второй И третий Вот так просто Дубли могут отображаться не только на дорожках Вот эти полоски называются дорожками Зайдем в опции И отключим «Показывать все тейки на дорожках» И вот как это выглядит Дубли никуда не делись Мы можем их увидеть Вот это третий дубль Но мы можем прокручивать их все Выделив дубль Сделав правый клик Зайдя в дубль И выбрав следующий дубль И как видно Для переключения между дублями Можно воспользоваться клавишей «T» Выделяем айтем Нажимаем «T» Теперь перед нами первый дубль Теперь второй дубль И третий То есть, если вы хотите, вы можете убрать дорожки дублей Но вернем их на место На мой взгляд, так удобнее Концовки дублей записаны беспорядочно Это потому что у дублей разные длительности Запись в каждом случае была остановлена не в одном и том же месте проекта Но мы можем их почистить, выделив и удалив Развернем их Вы видите, что при этом для каждого из айтемов создается луп Таковы предпочтения по умолчанию Мы можем это изменить Выделив айтем Сделав правый клик И вот тут отключите луп Теперь айтемы не будут зацикливаться И теперь мы можем подрезать их там, где они реально заканчиваются Дубли также можно записывать в режиме лупа Если музыканту так больше нравится Давайте установим границы лупа Со второго такта по четвертый Включим режим лупа, нажав эту кнопку Теперь запустив запись Дубли будут записываться поверх друг друга Каждый новый дубль в пределах одного цикла Если вашему музыканту так больше нравится То вы можете записывать дубли в циклах А потом выбирать наиболее удачное исполнение Вот этот дубль не законченный Поэтому выделим его Сделаем правый клик мыши Зайдем в дубль И выберем вот это Удалить активный дубль Вот эти куски тоже удалим И вот у нас снова три законченных дубля И мы снова можем выделять их и прослушивать Послушаем первый дубль Первый дубль Второй И третий Теперь мы можем выбрать пофразно, что мы хотим оставить Для акустической гитары может вам это и не понадобится Но если вы работаете над вокальной партией Или над гитарным соло То возможно вам потребуется разрезать партию на отдельные фразы Поэтому давайте сделаем это Выключим готовность к записи И давайте разрежем айтемы на отдельные фразы Но сперва вот что Если мы кликнем вот сюда И нажмем клавишу S Айтемы разрежутся При этом будут созданы входной и выходной фейды Работая с дублями, мне нравится создавать кроссфейды Поэтому отменим это Зайдем в Preferences Перейдем во вкладку Настройки медиа айтемов по умолчанию И включим нахлёст айтемов С созданием кроссфейда при разрезании Длина кроссфейда установлена в 10 миллисекунд Нас это устраивает Теперь при разрезании айтема нажатием S Появляется кроссфейд И теперь переходы между дублями плавные Без щелчков Теперь давайте разрежем дубли на отдельные фразы Наверное, хватит Теперь, комбинируя наиболее удачно сыгранные ноты или фразы из разных дублей Мы можем собрать музыкальный фрагмент, который будет звучать наилучшим образом Послушаем варианты первой фразы И теперь выбираем самый удачный Например, мне нравится вот этот Затем мы переходим ко второй фразе И выбираем, в каком из дублей она звучит лучше Такой подход позволяет нам слушать фрагменты в контексте Когда я комбинирую партии вокала или соло-гитары Или любой другой важной партии Я предпочитаю работать именно так Потому что выбирая какой-либо фрагмент Нужно, чтобы предыдущий звучал как можно лучше Например, мы слушаем первый дубль Фрагмент из первого дубля сменяется фрагментом из первого дубля Выберем вот этот Здесь из первого дубля мы переходим во второй И процесс выбора наилучшего фрагмента становится более эффективным Теперь, допустим, нам нравится этот дубль, этот, этот и так далее Эти, выбранные из разных дублей куски, составляют наилучшее финальное исполнение Нужно теперь это сохранить Это можно сделать несколькими способами Первый способ — блокировка Вот тут делаем двойной щелчок мышкой Выделяются все айтемы Это важно Все айтемы должны быть выделены Теперь правый клик здесь Заходим в дубль и выбираем «Заблокировать активный дубль» После этого мы уже не сможем переключаться между дублями, щелкая по ним мышкой Выбранные нами дубли больше менять нельзя Но это только для мыши Клавиша T по-прежнему переключает дубли Блокируется только мышь Это защищает нас только от случайного щелчка мышью Чтобы вы нечаянно не активировали другой дубль Если они разблокированы То очень легко нечаянно куда-то щелкнуть и потерять нужный дубль Нам это не нужно Другой способ Можно обрезать все, кроме активных дублей Снова их выделим Зайдем в дубль И вот тут выберем «Обрезать все, кроме активного дубля» Эта операция удаляет все остальные дубли Оставляя только выбранные вами Этот вариант хорош в том случае, если вы уверены, что данные дубли наилучшие И в будущем вам не захочется заменить их другими Но если вы в этом не уверены, есть другие варианты Отменим Вы можете сделать сборку или компиляцию Снова выделим дубли Правый клик И заходим в «Camps», то есть «Сборки» И вот тут выбираем «Сохранить как новую сборку» Можем дать ей название Теперь данная сборка, то есть комбинация дублей, сохранена И если мы кликнем куда-нибудь, выделим другие дубли И потеряем выбранные нами То мы всегда можем их вернуть, выделив их Сделав правый клик Зайдя в «Camps», то есть «Сборки» И выбрав нашу сборку И дубли вернутся Этот способ хорош, если вы хотите сделать несколько сборок Один человек может послушать и сделать свою сборку А вы можете захотеть сделать свою Например, вы хотите сохранить этот кусок, этот и этот Двойной клик И сохранить как сборку 2 Затем вы можете их сравнить Правый клик Выбрав первую сборку Прослушав ее Затем выбрав вторую сборку И сравнив ее с первой Если сборка вас устраивает И вы хотите сделать ее постоянной То обрежьте ее до активных дублей Получится вот что Видите, дубли уже нельзя выбирать Отменим Имейте в виду Сборки можно делать и с отключенными дорожками Перебирать дубли можно и без них Сейчас это третий дубль Теперь первый Второй Третий Здесь первый дубль И тоже это можно сохранить Правый клик Сборки Сохранить как новую сборку И мы можем переключать их Вот тут Комп 1 Комп 2 Комп 3 И вот так вы переключаетесь Между сохраненными комбинациями Если партия готова И вы не хотите хранить лишние сборки Обрежьте до активного дубля И все лишнее будет удалено Поскольку дубли были разрезаны Мы можем отредактировать переходы между кусками Кроссфейды Зажав клавишу Shift Их можно перемещать То есть переходы между фразами Можно отрегулировать Вот и все Вот как в Риппере можно создавать И комбинировать дубли Поехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok